Чтобы помнили, пожалуй, именно так, кратко и емко можно рассказать о музее памяти жертв политических репрессий. Несмотря на то, что занимает он всего две комнаты и существует в основном на общественных началах, необходимость его появления сложно переоценить. Это детище принадлежит Галине Ивановне Юдаевой. К созданию музея 91-летняя пенсионерка шла многие годы. И неспроста. Ее семья сама попала в жернова репрессий. Отец был расстрелян, когда Галина была совсем маленькой. А потом все стало, как в страшном сне. Ничего не дали взять. Абсолютно. Ну и вот так скитались мы по селу. Просили милостыню, чтобы не умереть с голоду. Всякие травы собирали, ели траву, все, что есть съедобное в лесу. Отучилась в школе вместе со всеми. Терпела унижения. Но я в школе не плакала, а плакала дома. В стенах музея по крупицам собраны официальная документация, книги, информационные стенды. То, без чего невозможно сохранить историческую память. Здесь вся правда в том числе и о Бутовском полигоне, в спецобъекте коммунарка, тюрьме Сухановка. Посетить музей может любой желающий. Кроме того, регулярно проводятся экскурсии для школьников. Такие встречи поколений позволяют узнать истину из первых уст. И, конечно, услышать напутственные слова. Чтобы не было больше такого времени, когда уничтожали невинных людей, нужных в стране людей, причем невинных, никакой вины не имели перед государством и людьми, чтобы это никогда не повторилось, то, что пережили мы. Лично ознакомиться с редкими, уникальными материалами можно по адресу Видная, улица Школьная, 89. И, к слову, это единственный расположенный на территории Московской области музей, посвященный памяти жертв политических репрессий. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Продолжение следует...